Подготавливая этот фильм, мы старались, чтобы у вас не возникло желание сразу переключить телевизор. Да, это шестая поездка на Средиземноморское побережье Турции. Но никогда ранее вы здесь не услышите слово «все включено». И о звездности отелей мы вам рассказывать ничего не будем. Звездность собственной турецкой квартиры, коттеджа или виллы вы для себя определите сами. Ну что же, не успели мы откатать Турцию образца 2008 года. Мы вам еще покажем, что мы делаем. То есть получится Турция 2008, Турция 2009. Так вот, 19 января мы прилетели сюда. Да нет прямых чартерных рейсов. Приехали, зато будем вас каждую недельку подкармливать новой информацией. Что мы приехали показать? А то, что можно в январе вот так великолепно загорать, кстати. Можно гордиться, точнее сделать то, чем можно гордиться. Гордиться своими волосами не приходится. А вот замечательной прической стоимостью несколько тысяч долларов я могу гордиться. Потому что поездка примерно столько и стоит. Хотя, тут я немножко приврал, конечно же. Сейчас посчитаем, сколько обошлось. 9 тысяч до Москвы. Ну, 12 тысяч. Мы даже из Магнитогорска вылетели. До Стамбула еще, допустим, долларов 300. И дальше до Анталии. Что с Стамбула, извините, это 50 турецких лир. То есть 30 долларов. И вот мы здесь. В комплексе CBC-8. Мы его показывали на фотографиях. А теперь вот вживую. И за моей спиной, не далее как в 250 и 250, простите, метрах, находится Средиземное море. Что, можно ездить? Да еще как можно ездить. Можно ли приобретать здесь недвижимость? Именно этому мы посвятили это путешествие. Вы с нами сможете, не выходя из собственного дома, прогуляться по вашей перспективе в квартире в Воланье. Наши турецкие друзья купили нам билеты. Москва, Стамбул, Анталия и обратно. Обеспечивая проживание и безумное количество встреч и впечатлений. Транспортные расходы по стране России на плечи свои приняла туристическая фирма «Альтаир». Путешествие с профессиональной телевизионной группой, да еще и в гости к мощнейшей строительной фирме, «Аланье» и «JBG Construction» – это не развлекательный полупьяный рекламный тур. Тут речь идет о миллионных, естественно, в долларах и евровложениях, в стабильность, вложениях в будущее. Этот фильм не предназначен для тех, кто уже и достаточно давно в офшоры слил миллиарды долларов. Этот фильм для тех, кто, победив и став мудрее, часть старости своей заслуженной, затем оставит детям. А если это дружная команда бизнесменов, то они могут совместно пользоваться и квартирой, и виллой. Все это мы обсуждали неоднократно с людьми, степень влияния которых на экономику и общество несоизмеримо выше наших назначенных и не всегда заслуженных чиновников. Так что с мнениями людей от закона и компетентной информацией от строителей и благодарностью от жильцов мы вас познакомим обязательно. Кому можно доверять при обращении и приобретении недвижимости здесь? Теперь Алексей говорит, что обычно у нас молодые русские люди есть. Теперь еслиbles в будущем, кто они могут доверять? Конечно же, в будущем мы должны верить в Турецкую республику. И он говорит, что турецкий народ – это народ, который признается во всем мире народом, на который можно положиться и надеяться. Мы не можем контролировать каждую фирму, как мэрия, но я вам скажу так, что любая фирма, в том числе и GBG, которая находится на рынке уже много лет, работает по всем рамкам и законам, и можете надеяться верить этой фирме. Фирма GBG – это одна из фирм, которая строит именно на территории Махмудлар, строит хорошо, и мы им верим. В заключении, простой достаточно вопрос. Что нас ждет? Ну, просто как гражданина, который когда-нибудь станет гражданином Турции, какое нам ждет будущее? То есть в России будущее, понятно, мороз, холодный и постоянный рост цен. Здесь что мы имеем? Фирма. Продолжение следует... 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 И до сегодняшнего дня мы построили 1300 квартир, и мы их продали европейским и русским людям. И мы последние два года занимаемся только строением домов для европейских и российских людей. И последние два года у нас очень серьезная работа с Россией. Мы никогда не забываем и не будем забывать от тех людей, кому мы продавали свои квартиры. И мы каждого нашего клиента мы считаем один из наших родственников, наших близких людей. Почему? Потому что они нам доверили и приехали в Турцию, и они нам доверили, покупали у нас квартиры. И после продажи квартиры у нас общение с ними постоянно продолжается. Если даже какие-то возникают проблемы в квартире, которую он покупал, либо где-то у клиента возникли проблемы, мы всегда готовы им помогать, и мы помогаем им. Я вам дам один маленький экземпляр. В 2001 году мы один проект закончили. Проект называется «GBG Кестель». Бельчика была бы, аилия садилась. Бельгия у нас покупала квартиры из Бельгии. И месяц назад они были у нас. Сказали, что там проблема есть на квартире. Проблема была с дверью. То есть сложно открывалась и закрывалась дверь. Семья из Бельгии, конечно, не знает, кому обратиться, языка не знает, систему не знает. Мы сразу отправили своих людей, и мы поменяли дверь, то есть поставили новую дверь в квартиру. Да, и семья нам сказала, что я такого, наверное, больше нигде не увижу, потому что, говорит, я 7 лет назад купил квартиру у вас, я думаю, что вы о нас забыли. То есть я даже не ожидал, что вы это сделаете. И он даже нам деньги предлагал, но мы не взяли в него денег. И он даже нам деньги предлагал, но мы не взяли в него денег. Он сам бизнесмен, а мы в Бельгии написал в прессе. Илана именно такая, что я к тебе даю, 7 сене уже даю, а к тебе даю, я делаю, делаю. И там они… Мы написали такое, что они покупали в GBG квартире 7 лет назад и до сих пор они со мной, интересуются со мной. Конечно, это очень хорошая вещь для нас. Цель не только зарабатывать денег. Главное, те люди, которые нам доверили, были счастливыми здесь.